МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На совхоз Алексеевский подал в суд его бывший партнер. Повышение акцизов на алкоголь в 2017 году на 5% с 500 до 523 рублей за литр спирта, на котором настаивает Минфин страны, приведет к росту цены бутылки водки на 10-15 рублей. Это, в свою очередь, не позволит государству увеличить оборот так называемого легального алкоголя. Такое мнение высказывают ряд экспертов. Аналитики отмечают, что с 2014 года, когда минимальная цена водки выросла до 220 рублей, легально алкоголь стал доступен лишь достаточно обеспеченным людям. Спрос менее зажиточных россиян переместился в нелегальный сектор, где на сегодня, по некоторым оценкам, реализуется половина водки в стране. В выходе четверти этого рынка из тени помогло введение единой государственной автоматизированной информационной системы ЕГАИС. Она принесла дополнительно 30-35 миллиардов рублей от роста оборота легальной алкогольной продукции на 4,5%. Среди дальнейших шагов в этой связи звучали предложения снижения ставок акцизов, но их отклонили. По мнению независимых экспертов, государство не выигрывает от нового повышения акцизов на алкоголь. У нас есть еще резерв роста рынка легальной водки на 2017 год. Точнее он был, если бы ставка акциза оставалась прежней. Так вот, неприятный момент повышения ставки не в том, что может вырасти нелегальный рынок. Он не вырастет уже. Все, кто не мог покупать легальную водку по 200-220, давно уже сидят в секторе нелегальной розницы по 100 рублей. Просто это не позволит вырасти легальному рынку, что гораздо хуже. Прервет его устойчивый, но наметившийся рост. Поэтому фактически, да, недовольны будут потребители, недовольный бизнес. Московская компания «Орион» направила в арбитражный суд Башкирии иск о признании банкротом крупного сельхозпортаваропроизводителя республики совхоза Алексеевский. Ранее «Орион» взыскал с агропредприятия порядка 8 миллионов рублей. В октябре апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Совхоз фисковые требования не признает. По материалам дела, московская компания в течение трех лет, начиная с 2010 года, поставляла сельхозпредприятию «Гофрокартон», но оплату не получила. В свою очередь, руководство Алексеевского сообщает, что закрыли обязательства перед поставщиком взаимозачетом, поставив ему овощную продукцию. Акты передачи товара на склады в Челябинске предоставили водители предприятия. В ответ истец предоставил результаты экспертизы, признавшей, что печать в актах принадлежит не «Ориону», так же, как и подпись директора. Кроме того, представитель ИСЦА заявил, что печать общества ранее была утеряна. Сегодня мы имеем претензию со стороны одного из предприятий Челябинской области, который находится сам в процедуре банкротства. У совхоза есть несогласие с данной претензией. Мы считаем, что мы сполна рассчитались с данным предприятием. Дальше есть и третья инстанция, федеральная инстанция, касационная инстанция арбитражного суда. Поэтому мы идем согласно законодательству, все наши действия на букве закона. Поэтому я здесь никаких проблем не вижу. Но если и третья инстанция скажет, что примет решение о том, что мы обязаны заплатить, естественно, мы заплатим. Эти денежные средства, которые данные банкротные предприятия предъявляют, для нас она, будем говорить, однодневной выручки. Отмечу, что совхоз Алексеевский – динамично развивающееся предприятие, которое ежегодно отгружает 14 тысяч тонн овощей закрытого грунта. По итогам 2015 года его выручка приблизилась к полутора миллиардам рублей, а чистая выручка – более 50 миллионов. Сейчас на прямую связь со студией выходит наш постоянный эксперт, начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомстанбанка Азат Амиров. Азат, здравствуй, ждем от тебя новостей. Добрый день, Олег. Растущая нефть и разгар налогового периода позволили сегодня рублю укрепиться против валют конкурентов. Доллары и евро синхронно сегодня снизились к рублю на 32 копейки. Текущие котировки доллара 62.50, евро торгуется по 68-65. Котировки нефтяных фьючерсов в моменте растут на 1,3%. Вчерашний отчет Американского института нефти, вопреки прогнозам, показал неожиданное сокращение нефтяных запасов на 3,8 миллиона баррелей. В результате Brent торгуется по 52,30. Light торгуется по 51,30 долларов за баррель. Российские фондовые индексы сегодня разноправленно колеблются в пределах полупроцента. Здесь ничего примечательного мы не наблюдаем. А вот акции Башнефти продолжают восстанавливаться. Сегодня обыкновенные акции прибавили чуть более 2%. Торгуется по 3036 рублей. И привилегированные растут на 0,1%. Торги идут на отметке 1416 рублей за одну акцию. Олег. Спасибо, Азат. С нами на прямой связи был начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомс на банка Азат Амиров. Номинальные доходы жителей Башкирии выросли с начала года почти на 10 тысяч рублей. Что касается реальных, они снизились на 2,5%. Данные приводит служба статистики. Так, в январе номинальные доходы на душу населения достигали отметки почти в 20 тысяч 700 рублей. А к августу уже приблизились к 31 тысяче. При этом в начале года отмечался рост реальных денежных доходов на 4,5%. А к августу они ушли в отрицательную зону на 2,5%. Доходы жителей республики позволяют в месяц купить почти 590 килограммов хлеба на 3% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Либо 86 килограммов говядины. Здесь рост на 5%. Полтонны сахара плюс 3%. 736 литров бензина. Это меньше на 5%. Почти 11,5 тысяч киловатт электроэнергии. Минус 6%. Таковы новости к этому часу. Встретимся в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова